Больше и больше. И сейчас я хочу обратиться к тем, кто сейчас, может быть, сидит и смотрит этот эфир. Может быть, потом посмотрят. Люди, ну хватит сидеть до пятой точки. Ну сколько можно сидеть? Чего вы ждете? В конце концов, вы что думаете, ваша хата с краю? Нет, она не с краю. Мы все сейчас находимся в одинаковом положении. Находимся в плачевном положении. И мы, и наши старики, и наши дети, все сейчас в большой опасности. Посмотрите, что происходит. Выходите. Выходите, не бойтесь. Спасибо большое депутатам от КПРФ. Они дают нам эту возможность делать. Это все законно. Не бойтесь. А если даже боитесь, бог с вами. Бойтесь, но все равно идите. В конце-то концов. Ну в конце-то концов. Бойтесь, но идите. Выходите на улицы. Пусть вас люди видят. Пусть вас видят, как вас много. Что вы живые все. Настоящие. Что вы так же живете в Москве, в нашем любимом городе, который стал. Выходите. Да, выходите, люди. В конце-то концов. Сколько можно сидеть, отсиживаться. Что я хочу сказать. Люди, за вас никто не сделает. Кто-то там ждет, что кто-то придет. Нет, никто не придет. Пока каждый из нас не возьмет себя в инициативу в свои руки и не сделает то, что надо сделать. Подержите, пожалуйста. Спасибо большое. Что я хочу сказать. Мне сейчас очень обидно за наших стариков. Можно я буду называть вещи своими именами? Посмотрите, пожалуйста, что происходит. Это наш мэр. Я считаю, что он просто издевается над ними, над нашими стариками. Просто издевается. Очень похоже, вы знаете, на героя каштанки Чехова. Все наверняка это читали. Там мальчик Федюшка давал каштанке кусочек мяса на веревочке, а после этого он дергал. И я считаю, что наш мэр поступает точно так же с нашими стариками. Он сначала им дает этот кусочек мяса, а потом дергает. Посмотрите, он заблокировал им соцкарты. И сказал, что если вы не привьетесь, мы вам их просто не разблокируем. И наши бедные бабушки и дедушки, чтобы ехать на эти дачи, пошли с опущенной головой вакцинироваться. Это что, считаете, не издевательство? Мне кажется, это издевательство в первую очередь. Это как раз тот кусочек мяса, который он стал тянуть обратно. Даже в поликлинику. Да, даже в поликлинику. А сейчас посмотрите, он благодетик. Он сделал программу «Здоровое для пенсионеров». Подскажите, как называется эта программа? Да, спасибо, здоровое долголетие. И смотрите, какой прекрасный пост выпустил он на своей страничке. Он открывает пенсионерам возможность выходить в парк. Но при одном условии, что у них есть этот курс-код. Господи, да у них у них этих телефонов-то нету. Они даже не знают, что это такое. Многие пенсионеры выживают. Выживают, потому что у них пенсии не хватает ни на квартал, ни на лекарства. Какие там у них смартфоны? Это бред какой-то. Это очередное издевательство. И посмотрите, что пишут некоторые пенсионеры. Что у них противопоказания. Они не могут сделать эту прививку. И бедная бабушка, которая не может с этими палочками скандинавскими, теперь не имеет права пойти в парк. Это что, не то издевательство, о котором говорится. Это тот самый кусок мяса на веревке, который он выдергивает. Я считаю, что он унижает каждого из нас. Он унижает наших стариков. Он унижает наших детей. Он также лишил возможности многодетным, матерям и многодетным детям, многодетным семьям точно так же заблокировать субсказы. И каждый раз он нас пытается, пытается. Он даст немножко и опять дергает. Даст подачку какую-то и опять ее выдергивает. Мы что, не люди, что ли? В конце концов, сколько мы будем терпеть? Сколько мы будем терпеть такое издевательство над нами? Я хочу что сказать. У нас активистов, родители Москвы, часто, знаете, к чему говорят? Что мы там продались, КПРФ и прочие, прочие всякие гадости. А скажите, пожалуйста, кто, кто, помимо Валерия Федоровича Рашкина, вышел к нам навстречу? Он нам дал возможность быть услышанными простых родителей, простых людей. Быть услышанными, быть увиденными. Он дал нам возможность выйти и говорить о своих проблемах. Когда у меня возникла большая проблема, имени своей школы и помощник Валерия Федоровича сам ко мне обратился с предложением помочь мне решить эту проблему. Помочь. Понимаете, это простые люди, к которым мы обращаемся. И которые в чем могут, в том и помогают. Поэтому хватит всякие гадости писать. Вы найдите хоть одного депутата от Единой России, чтобы вышел и чем-то помог. Посмотрите на них. Они ходят, такие важные, зажравшиеся лица. Масочки у них такие, знаете, с медведями. А вы имеете право этому медведя-то сюда вешать. Концы до концов. Медведь это благородное животное. А вы кто? Вы смотрите на людей, как будто мы не люди. А какой-то не знаю, вообще непонятно кто. Они такие высокомерные. Хоть кто-то из них помог. А мы ведь ко всем обращались, родители. Мы ко всем обращались. И только Валерий Федорович откликнулся и пошел к нам навстречу. Поэтому я считаю, что хватит всяких глупостей говорить. Услышьте голос народа. Кстати, депутаты кто это? Это слуги народа. Поэтому те, кто повернулся, повернулся к народу лицом, вот тот и имеет право называться депутатом. А все вот эти вот хваленные, отъевшиеся из девице-зоворожения лица, они не имеют права. И я считаю, что мы не должны их поддерживать ни под таким соусом. Позор депутатам Единой России. Потому что они не с народом, они против народа. Спасибо.